Привет, друзья! Меня зовут Дарья, я очень рада, что вы заглянули ко мне на канал Дэри Арт Рисовать Может Каждый Сегодня выходит второй урок нашего осеннего марафона Уютная осень, где мы вдохновляемся осенью и, конечно же, создаем, ну, самые уютные скетчи Второй урок марафона чуть проще первого, но палитра из 13 маркеров остается все та же Подробный список материалов вы найдете в описании к данному видео, проходите и смотрите А также вы там найдете информацию о конкурсе, который стартанет по итогу всех трех уроков данного марафона Я совместно с брендом Малевич разыграем классные призы среди всех участников Ваша задача рисовать по урокам марафона, которые выходят у меня на YouTube-канале Делиться результатами ВКонтакте, Телеграм, соцсеть с картинками Выбирайте удобную соцсеть, делитесь там своими результатами и все Возможно, повезет именно вам Рисуйте классные скетчи в моей компании и заодно попытайте вашу удачу, почему бы и нет Повторюсь, что вся подробная информация есть в описании к данному видео А на этом я больше не буду затягивать, давайте приступать к созданию такого классного сюжета Начинаем с карандашной разметки Здесь у нас несложный сюжет, очень вдохновленный осенью И, конечно же, карандашный рисунок здесь у нас не будет занимать много времени Нам нужно кружочками найти местоположение маршмеллоу И сразу же проткнуть их палочками, показать их движение Далее покажем движение бревен Условно на сужение и движение туда же огня После этого, когда мы примерно нашли местоположение всех объемов Покатаем кличкой И уточним рисунок Начнем с маршмеллоу У нас раскрывается объем боковой части А ванчиком неровным То есть тут у нас прям эллипс выстраивать не нужно Тут же мы смотрим, как объем палочки входит в маршмеллоу Дальше объем Дорисуем, опираясь на фото, форму найдем Отметим палочку сверху Здесь сверху небольшой кусочек маршмеллоу остался И до конца объем палочки уточним Дальше вторую точно так же отрисуем Здесь боковое раскрытие больше То есть мы прям видим фактически круг Место крепления Здесь остальное объемчик, высоту находим Отмечаем Нашли Здесь я немножечко объемчик маршмеллоу увеличу Сделать покрупнее Отлично Далее отрисуем движение огня Эти вот угольки, от которых идет объем огня Также добавляем движение дерева Отмечаем движение досочек Текстуру древесины Здесь мы много будем рисовать текстуру огня и древесины Сделали Ну и здесь внизу у нас идет Доски, здесь объем пепла В нужной палочке неровности имеются Большую текстуру древесины отметим Здесь также Всевозможный объем тут листочков, пепел, палочек Тоже кладем чай, чтобы форма была неровная И на этом этапе мы уже можем с вами уточнить контур при помощи цветного карандаша Повторю, что вы можете уточнять контур и линером По желанию, если хотите сделать более точный рисунок линером, делайте им Главное, чтобы он был стоек к спиртовым маркерам Мне хочется сделать в этом цикле уроков контур ненавязчивым Моим любимым способом при помощи цветного карандаша Поэтому высветляю клячкой И начнем добавлять контур цветным карандашом Начнем с маршмеллоу, потому что они сверху Уточнили карандашный рисунок Здесь у нас все достаточно такой тягучей линией изображено Что огонь, что древесина И сейчас пока в нашем рисунке не четко читается, где у нас огонь идет, а где объем дерева Все это встанет на свои места, когда добавится цвет Поэтому на этом этапе всю клячкой хорошо прокатываем Убираем лишний карандаш Ну и сам рисунок цветным карандашом высветляем Делаем менее ярким, чтобы он нам не мешал в рабочем Друзья, если вам нравится рисовать спиртовыми маркерами И вы ищете более подробные уроки С максимально интересными и вдохновляющими сюжетами То для вас я подготовила подборку своих лучших курсов по спиртовым маркерам Где я от и до рассказываю, как создавать разные сюжеты Сложные сюжеты с абсолютного нуля Все подробности есть в описании к данному видео Проходите, смотрите, вдохновляйтесь и рисуйте в моей компании А на этом я больше не буду затягивать Давайте продолжим создавать наш атмосферный сюжет Переходим к цвету и здесь мы изначально пятны И примерно покажем, где и какой объем находится Возьмем рыжий цвет и им начнем закрывать объем огня После того, как закрыли основной объем огня Мы берем цвет Т3002 и закрываем объем дерева Оставшийся кусок, где у нас находится Пи Мы с вами закроем серым цветом Для него мы возьмем V105 Также этим цветом мы закроем боковой объем У маршмеллоу покажем кинь И палочки закроем самым светлым цветом из набора Т, точнее, P403 Также этим цветом добавим цвет на маршмеллоу Для того, чтобы появился дополнительный оттенок У нас получилась с вами классная основа, которую мы с вами дальше будем по цветам разбирать подробнее Для начала уточним объем огня Нам нужно показать языки пламени Достаточно контрастным объемом Для этого мы берем T509 и отметим теневые объемы внутри пламени Тут мы опираемся на референс И стараемся улавливать движение огня Продолжение следует... Далее мы возвращаемся к рыжему цвету О21 И переход от данных темных объемов К светлым языкам пламени Делаем полную Также стараемся все делать по движению Отлично Далее берем самый темный коричневый цвет T501 и продолжим углублять тени и добавлять самый темный объем После селикений у нас получается пламяное Еще мы его потом доработаем цветными карандашами Но пока продолжим добавлять объем на дерево Мы берем цвет T507 и начинаем текстуру дерева прорабатывать Добавлять прожилки, неровности Все это делаем с опорой на референс Не очень ровными штрихами, чтобы объем дерева был натуральным Добавлять прожилки, неровности Нижний объем досочки мы просто полностью этим цветом перекроем. Далее возвращаемся к коричневому цвету T509 и нам нужно на древесине показать места, которые подгорели. Также пройдемся по древесине и добавим какие-то теневые стыки. Также этим цветом добавим теневые объемы на нижнюю досочку. Доработаем участок с пеклом, для этого возьмем V107 и данным цветом начнем добавлять теневые объемы на неровности. Сделали. Далее этим же теневым цветом мы добавим тени основные, покажем источник света, чтобы здесь у нас деревяшка на свету, но ее боковая часть уходит в тень. Дальше здесь у нас деревяшка на свету, но вот тут ее боковая часть уходит в тень. Также тень есть и от пламени. Свет у нас получается слева, тени уходят вправо. Дальше продолжим усиливать тени на маршмеллоу непосредственно. Добавляем стык с палочкой и неровный рельеф. Дальше темним боковой объем. Возвращаемся к V105 и растушуем. Прекрасно. Далее оранжевым цветом добавляем отблеск рыжего в маршмеллоу. Здесь мы четко видим, как отражается объем пламени, цвет пламени. Далее берем T302 и доработаем палочку, на которой находится маршмеллоу. Так как мы определили с вами, что источник света слева, тени справа, поэтому нижнюю часть и правую часть мы темним. Дальше берем T507 и продолжаем темнить правую часть. На данном этапе мы можем еще немножко поговорить про тени. В V105 показать самые темные блики. Точнее не блики, а самые темные стыки, а самые темные тени. Здесь силуэт золы доработаем. Неровность добавим и под деревяшку введем тень. Также и на досочке, и на огне там усилим тень и введем огонь. Также в основании пламени тени расставим. Покажем от каких деревяшек у нас уйдет огонь. Неровности на древесине тоже прорабатываем, а мы на древесине. Продолжаем тени дорабатывать. Подгорелости на досочках тоже этим цветом темно-ниточным. Сделали. И остается совсем немного данным цветом еще усилим стык в нашу новую палочку. И далее цветными карандашами доработаем наш сюжет. Белым карандашом сделаем огонь живее. Покажем его самые светлые места. И уточним его пластику. Далее мы местами данные белые штрихи желтым цветом погасим. И также вернемся к оранжевому. Даже не к оранжевому, к Т. Возьмем Т104. И местами насыщенность по пламени добавим. И остается оранжевым цветом еще раз. Добавляем местами насыщенность. И плавный переход. Далее берем белую гелевую ручку и немножко выровняем объем маршмеллоу. Добавим поточнее контур. Если где-то вдруг заехали маркерами, на данном этапе можно выровнять объем и у маршмеллоу, и у палочки. Так как объем данной находится против света от огня, поэтому мы можем полностью контуром выделить. И с другим объемом делаем то же самое. Дальше местами добавим плеки на доски и залу. И на огонь местами тоже можем плеки подобавлять, но совсем немножко. Друзья, вы большие молодцы, что порисовали со мной. У нас с вами получился очень необычный сюжет с огнем и маршмеллоу. Не забывайте сфотографировать ваш итог и поделиться результатами. Вконтакте, Телеграм, соцсеть с картинками. Выбирайте одну соцсеть либо несколько. Делитесь там своими результатами и присоединяйтесь к конкурсу, который стартанет по итогу всех трех уроков марафона. Возможно, повезет именно вам, поэтому обязательно присоединяйтесь и рисуйте в нашей компании. А мы с вами увидимся в следующую пятницу в третьем уроке марафона. Не забывайте подписаться на данный YouTube канал, нажать на колокольчик, чтобы не пропускать выход новых видео. Помните, что рисовать может каждый. С вами была Дарья. Пока-пока-пока-пока.